К нашему эфиру присоединяется Андрей Реженко, капитан первого ранга запаса, глава Украинского института морского права и безопасности. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Хотели начать нашу беседу с одного из последних отчетов Минобороны Великобритании. Вот там считают, что последние события в Севастополе и атаки морских беспилотников сейчас сдерживают операции Черноморского флота РФ. Скажите, как эти атаки изменили действия России в Черном море? Это действительно правда. Дело в том, что современные средства выявления целей на море, спутников, они позволяют очень оперативно принимать решения на использование таких средств, как морские дроны, либо воздушные дроны. Время подхода морского дрона до, ну скажем, до южной оконечности Крымского полуострова составляет порядка, может быть, четырех часов. Воздушный дрон летит еще быстрее туда. То есть, в принципе, зная, где находятся силы, надводные силы Российской Федерации, можно вот эти средства использовать достаточно эффективно. После того, как первая атака была проведена 29 октября, мы знаем, что россияне провели очень много таких организационных мероприятий, они рассредоточили корабли по различным пунктам базирования в Крыму, дополнительно разместили силы свои корабли в Феодосии и в Керчи. И очень сильно усилили противодиверсионные, противодроновые вот эти вот мероприятия. То есть, это наблюдение, это закрытие бухт боновыми заграждениями, это восстановление патрульных противодиверсионных катеров, которые круглосуточно дежурят в бухтах Севастополя для того, чтобы обнаружить вот эти дроны. То есть, действовать они, конечно, могут, пускать ракеты могут, если они у них есть, но они понимают, что мы можем применить это оружие, и оно может, в общем-то, иметь эффект определенный на них. Знаете, хотели еще узнать, какие силы сейчас сосредоточила Россия в Азовском море, да, вот как используют его в этой войне против Украины? Ну, в Азовском море, как правило, сейчас мы наблюдаем один патрульный корабль, который находится возле Керченского моста, он охраняет, я так понимаю, Керченский мост, регулирует судоходство. В самом Азовском море, но оно сейчас фактически полностью под оккупацией России, находятся небольшие вот эти вот группы катеров. Это в первую очередь, это Ейск, это Темрюк. Есть определенные силы в оккупированном Бердянске и Мариуполе, они там пытаются их разминировать. Когда шла этап оккупации, то мы знаем, что, в принципе, корабли они использовали достаточно активно, с небольшой осадкой до 7 метров. Ну, например, они заводили десантные корабли в Азовское море, и использовали их системы реактивного огня, похожие на БМ-21, и стреляли этими ракетами по Мариуполю, причем многократно. Но это было уже, в общем-то, год назад. Сейчас, в общем-то, в Азовском море они такой большой активности несут. Пытались они на определенном этапе проводить такой вот логистический маршрут в Бердянске, но после того, как там был уничтожен десантный корабль «Саратов», и три корабля десантных были повреждены, видимо, они от этой идеи отказались. Вот. А, в общем-то, основные мероприятия, которые там, они сейчас проводятся, в основном направлены на разминирование Азовского моря. Скажите, вот в одном из обращений президент Владимир Зеленский сказал, что Украине нужна победа над врагом на земле, в небе и на море. Вот. Насколько мощной, да, должна быть армия морских дронов Украины для этой победы на море? И что еще необходимо нашим силам для достижения этой цели? Ну, тут надо провести анализ задач, которые стоят перед нашими вооруженными силами на море. Сейчас у нас оккупировано 80% нашей береговой линии. То есть, эту береговую линию нужно освободить. Понятно, что это будет делаться совместными усилиями всех видов и сухопутных войск, и воздушных сил, и военно-морских сил. Потом нужно будет территориальные воды наши, и исключительно морскую экономическую зону брать под контроль. Вот тут, в принципе, очень сильно растет, возрастает роль военно-морских сил, потому что для этого нужны корабли, катера, вернее, чтобы они могли патрулировать эти воды, не допускать туда, значит, каких-то агрессивных действий противника, диверсантов, минную угрозу контролировать и так далее. Вот, поэтому вот и надводные силы нужно развивать. Они сейчас фактически очень-очень слабые. Там количество этих катеров, которые имеются в МС, оно очень незначительное. Оказали нам помощь на начальном этапе войны Соединенные Штаты Америки, поставили несколько десятков 10-12-метровых катеров. Оказала нам помощь Великобритания поставкой противоминных дронов, которые можно запускать с этих катеров. Но этого недостаточно для того, чтобы вот эти 80% освободить и взять под контроль. Особенно нас интересуют, конечно, ракетные катера, которые могли бы наносить удары по противнику. А дроны тоже, это очень хорошая такая вот возможность военной платформы. Но они полностью, понимаете, они полностью пилотируемых аппаратов не заменят. Хотя дроны могут быть очень эффективны в поиске и уничтожении морских мин. Дроны можно использовать для охраны важных объектов в море, островов, газовых вышек. Они это могут сделать очень эффективно и без участия человека, транслируя ситуацию в морской операционный центр. А и дроны, ударные дроны могут бороться с надводными кораблями и подводными лодками противника. Однако без самих кораблей-катеров небольших этого сделать невозможно. На первом этапе нам, как и планировалось, в принципе, я сторонник того, что нам нужен москитный флот, небольшие катера, которые были бы высокоманевренные, малозаметные для противника, дешевые в производстве и эксплуатации, однако несущие практически тот же набор оружия, что корабли большего класса. А потом с решением этой задачи в ближней морской зоне можно думать уже о кораблях побольше, которые, в общем-то, требуют гораздо больше вложений на производство и на их содержание. Ну вот, не кораблями едиными, да, и не катерами. Командующие военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Алексей Нишпапа считает, что Украине нужны более дальнобойные ракеты «Гарпун». Вот в интервью с «За Таймс» он уточнил, что нашим силам не помешали бы «Гарпун-блок-2», чтобы уничтожить вражеские корабли. Вот что известно об этом типе ракеты? Как вы считаете, окажутся ли они у нас в вооруженных силах Украины? Ну, видите, первое, в МС Украины полагались, возможно, очень сильно на ракеты «Нептун», которые, в общем-то, поступили на вооружение, но с опозданием. И нам ракеты «Гарпун» своим фактом того, что они поступили, они очень-очень помогли, потому что своих вот таких вот подобных систем не хватало. Но ракета «Гарпун», она исторически размещается на борту надводных кораблей, на борту, вернее, на вот этих береговых платформах, ну, на автомобилях. Есть только один вариант установки, это действительно «Гарпун-блок-1» в датских военно-морских силах. Эта система, ну, она использовалась с 90-х по началу 2000-х годов. Как раз вот Даня и согласилась нам вот эти пусковые установки передать. И оригинальной ракетой, на которую настроена система управления, как раз является «Блок-1». «Гарпун-блок-1» стреляет на дистанцию 130 километров. Ну, однако, есть его варианты, которые, благодаря тому, что просто закачивается больше топлива, могут стрелять дальше на дистанцию за 200 километров. Я думаю, что это просто нужно обговаривать с нашими партнерами, потому что вариантов их очень много, и «Блок-1», «Блок-2». «Блок-2» в первую очередь, он отличается системой управления от «Блок-1». Она более продвинута, она основана уже на GPS-навигации, и там есть сопряжение с системой целеуказания НАТОвской ЛИНК. Она более помехозащищенная, но, естественно, более дорогая. Вообще, ракета «Гарпун-блок», чтобы представлять, она стоит от 2 до 5 миллионов долларов, в зависимости от того пакета, с которым она поставляется. Я имею в виду, это подготовка, это эксплуатация, и это возможности модернизации. То есть, это, в общем-то, речь, вернее, это вещь такая, достаточно дорогая. Я знаю, что сейчас у вооруженных сил Украины есть очень тесный контакт с натовскими коллегами, вернее, с коллегами из стран НАТО, и вот эти вот потребы, они постоянно обговариваются. Но, опять же, сама ракета с большой дальностью, она требует иншей конфигурации системы выявления противника. То есть, его нужно выявить дальше. А своих собственных систем у Украины для этого нет. Нам, конечно, помогли вот эти вот наши барректары, которые позволяют видеть сейчас на дистанцию за 100 километров. Но, чтобы видеть на 200 и больше, в общем-то, нужно эту систему развивать. Но это возможно все. Я думаю, что, если это необходимо, и другим вариантом была бы установка той же самой ракеты «Арпун», может быть, даже один, на ракетный катер. Небольшой катер водоизмещения, может быть, 200-250 тонн, может быть, даже 100, для того, чтобы он, в общем-то, выходил в нужный район и обеспечивал бы нанесение ракетного удара. Ну, хорошо, что такая дискуссия есть. И, как бы, я думаю, что, ну, вот эти вот потребы Украины в морской безопасности будут удовлетворены. Ну, также, Нейшпапа говорил о том, что сейчас самой главной угрозой является, ну, и то, что российские войска имеют преимущество в воздухе над Черным морем. Вот с помощью каких сил и средств можно изменить вот эту ситуацию в пользу ВСУ? Ну, если честно, воздушная угроза традиционно является серьезной угрозой для надводных сил. Я хочу сказать, что мы, ну, как минимум, нанесли серьезный ущерб российским катерам типа «Раптор» благодаря нашим системам, опять же, «Байрактар». Мы их просто выявляли и бомбили с воздуха. Дело в том, что сейчас, вот, ну, скажем, возможности средств воздушного нападения ракет таковы, что, ну, системы ПВО на кораблях, они, в общем-то, могут не сработать эффективно. Ну, пример, хороший, например, крейсер «Москва», да, там была система, которая позволяла работать в радиусе 100 километров, 6 целей одновременно, однако они пропустили две ракеты в борт, были уничтожены. Что касается нашего сейчас, ВМС Украины, катеров, действительно, основная задача сейчас стоит в ближней морской зоне. Это 40-100 морских миль от побережья. Нужно максимально использовать средства, которые находятся на побережье. У нас такие средства ПВО есть, они работают на разную дистанцию, ну, я думаю, как минимум на 70 километров. То есть, вот эту повозку нужно стараться держать, вот эти катера наши, корабли под прикрытием. Вот. И, кстати, если брать стандарты НАТО, то там, в общем-то, очень рекомендуется, что как раз основным средством ПВО для катеров и для минно-натуральных кораблей являются береговые системы ПВО. Второе, в общем-то, авиация. В использовании нашей авиации, опять же, в районах использования наших катеров. Но тут, в общем-то, нужно понимать, что наша авиация тоже сейчас, те самолеты, которые у нас есть, они проигрывают современным российским, таким как Су-30, Су-34, Су-35. И тут мы как раз думаем про самолеты Ф-16. Если они у нас появятся, то тут, конечно, наши возможности в море значительно увеличатся. Дальше нужно максимально использовать вот эти вот индивидуальные особенности катеров москитного флота, то есть небольших катеров. Они маневренные, они скрытные. Их гораздо сложнее выявить, чем, например, большие корабли, как, например, Корвет. То есть вот этот корабль, ну, сам по себе катер, он, в общем-то, выявляется на дистанции значительно меньше, чем цель больше. Плюс за счет того, что они маневренны, они могут уменьшить эффективность использования врагом стрел бомбометания, артиллерийского огня. Использование радиоэлектронной борьбы и маскировки. Также это возможно, например, там, строительство ложных каких-то целей и использование вот этих ложных целей при помощи радиосигналов. Но, опять же, эффективной была бы также такая превентивная работа удары по аэродромам противника, с которых они запускают эту авиацию, которая носит удары по нашим кораблям, по нашим базам. Эти аэродромы, они известны, они находятся в Крыму в основном. Это Саки, это Бельбек, это Джанкой, это Гвардейская. И, в принципе, эти аэродромы уже находятся в радиусе досягаемости отдельных наших средств поражения. Накануне в оперативном командовании ЮК сообщили, что Украина получила от флота США патрульные катера Forti Defiant, и они уже выполняют боевые задания. Скажите, вот чем примечательны эти катера? Ну, эти катера примечательны тем, что они небольшие. Вот Forti, это означает 40 футов, 12 метров. Ну, это катер, он предназначается для охраны портов морских, ну, внутренних рейдов. То есть, на нем можно, он может осуществлять поиск диверсантов противника. Вот когда россияне держали под контролем остров Змеиный, то это была очень актуальная задача, потому что на Змеином был размещен как раз отряд боевых пловцов, задача которых была в перед десантной операции заминировать порты Украины, в общем-то, и сделать так, чтобы они были полностью заблокированы. То есть, они могут как раз осуществлять такие патрульные функции, они могут применяться на речках, они могут доставлять... А вот сейчас они на Днепре как раз, да. А, да, они сейчас на Днепре в том числе. Они могут доставлять рейдовые группы для того, чтобы проводить какие-то операции рейдовой морской пехоты, либо спецназа. То есть, это такие, ну, это чисто специфические катера для, вот опять же, для очень прибрежной зоны и для речек. Их можно доставить при помощи в любую точку, фактически, Украины и в Украину автомобильным, железнодорожным или даже воздушным транспортом. Это большой плюс. Кстати, вот по моему мнению, сейчас нам нужны, в общем-то, катера, может быть, побольше, может быть, габаритами, там, размером в 2,5 раза больше. Вот это водоизмещение, да, может быть, 100 тонн, который тоже возможно доставлять вот этим видами транспорта. И тогда Конвенция Монтреона не будет, в общем-то, при перепоне усиления наших возможностей действия на море. Хотели еще яркое видео из Турции с вами обсудить. Вот Турция впервые провела морские учения, на которых стрельба крылатыми ракетами Кузгун производилась с боевого морского дрона «Мерлин». Вот об этом сообщил глава управления оборонной промышленности Исмаил Демир у себя в Твиттере. Да, вот кадры этих учений. Прокомментируйте, пожалуйста, вот такой уровень технологий. Ну, я хочу сказать, что турки, они, в общем-то, сделали очень серьезный прорыв, начиная с начала 2000-х годов. Они инвестировали, они помогали приватному бизнесу турецкому. И они создали у себя ряд компаний, как гражданских, как цивильных, так и государственной формы собственности. И вот как раз Министерство обороны там играет лидирующую роль. Они привлекли лучших инженеров, они отправляли своих гражданских инженеров для обучения за рубеж. Они освоили все вот эти стандарты технические, как и НАТО, так и других институций, которые гарантируют качество продукции. Вот, в принципе, они очень, ну так скажем, я бы их сторонил в какой-то степени, даже с израильскими учеными. Они очень четко держат такие вот, скажем, наиболее актуальные тренды. Вот беспилотники, они очень-очень актуальны. Их можно сделать гораздо быстрее, а выполнять функции они могут фактически пилотных вот этих вот кораблей с экипажами. Вот еще буквально, ну может быть, 7-8 лет назад такого не было. Они адаптируют, они развиваются, используют эти вот технологии. Причем составные части вот этого беспилотника, скорее всего, ну на серьезный процент, я думаю, может быть, процентов на 40-50 это импортированные из стран Запада. Однако сама идея, вот она быстро реализуется. И, ну это вот отличный, например, вот корабль, который бы нам, например, бы сейчас очень помог бы тоже для освобождения нашего. Я хочу также, я в силу своих функциональных служебных обязанностей часто ездил, в том числе и в Турцию. Вот когда говоришь с турецкими промышленниками, они все время очень позитивно, в общем-то, ну вспоминают Украину, потому что, кстати, очень много наших инженеров там работает. Вот нам надо сознать такие условия в Украине, чтобы наши инженеры оставались и подобную технику делали у нас. И возвращались тоже, да. Я думаю, что вот как раз реформирование Украинского промо позволит это сделать. Спасибо, огромное спасибо за ваши комментарии и пояснения, за эту очень интересную беседу. А я напомню, Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса, глава Украинского института морского права и безопасности, был с нами на связи.